Всем привет. Меня зовут Айдар. Я работаю ведущим аналитиком компании Surf. Это студия мобильной разработки. Два года работал техническим директором в стартапе и один год работаю аналитиком в компании Surf. Я совмещаю работу бизнес-аналитика и системного аналитика в разработке мобильных приложений, таких как e-commerce и корпоративных систем. Для начала хотел бы сказать, что зачастую аналитики, особенно начинающие, думают, что заказчик приходит уже с подробным видением, и он знает, какой примерный результат хочет получить. Но спустя пару вопросов оказывается, что у него есть только Франкенштейн, собранный из приложений аналогов и ключевых бизнес-процессов. Заказчик предполагает, раз мы профессионалы, то все сделаем сами. Предлагаю посмотреть на классические этапы жизненного цикла ПО. В нашей ситуации работа начинается с проектирования, пропуская первые два этапа, такие как определение потребностей заказчика и выявление и анализ требований. Из-за этого заказчик не учитывает многих вещей, от технических особенностей до взаимодействия с пользователем. И если на входе взять ТЗ от заказчика, то недовольны будут все. Так что сегодня поговорим, почему нужно делать предпроектные исследования в заказной разработке. Расскажу, что такое нулевой спринт, покажу, с какими проблемами мы столкнулись, и рассмотрим итоговые артефакты, и сравним проекты с нулевым спринтом и без него. Предлагаю разобрать пример типичной заказной разработки в ситуации, когда заказчик имеет уверенно мутное видение, но по факту оказывается, что нет понимания основной целевой аудитории и какие потребности бизнеса заказчик хочет закрыть. Проект А – это приложение в сфере электронной коммерции. Крупный агрегатор услуг автосервисов. Аналогов данного приложения в России на данный момент не существует. Заказчик пришел с запросом разработать MVP для старта в Москве и Московской области и уже на полученном опыте дорабатывать функционал приложения. Стартовал проект без нулевого спринта. Оказалось, что на проекте несколько стейкхолдеров с разным видением. Заказчик передал функциональные требования для MVP-версии и для версии с полным функционалом, по его мнению. И также часть прототипов, сделанных на коленке для мобильного приложения, описывающей только отдельные экраны без конкретного флора. И архитектуру нынешнего бэкэнда и предполагаемого бэкэнда. Проблемы всплыли на первом же экране авторизации. По прототипу было видно, что в приложении подразумевается два вида пользователей. Это юрлица и физлица. На вопрос, кто будет юрлицами, заказчик ответил, что их будет несколько. Но какие именно сейчас, он сказать не может. Казалось бы, не критично, но мы начинаем разрабатывать мобильное приложение, а конечного пользователя мы не знаем. Также дали на вопрос, чем отличается юрлицо и физлицо. Заказчик, кроме как способов оплаты, пожав плечами, ушел размышлять на этот счет. Из-за этого стало понятно, что заказчик не понимает, для кого и для чего он хочет разрабатывать мобильное приложение. И заказчик не знает, какой функциональности он хочет получить. Так вышло, потому что на моменте продаж заказчик рассказывает свою необходимость в приложении, а после глубокого анализа вылезает, что это не решает его проблему. Или, например, на рынке может существовать сильный конкурент, и смысла в приложении становится меньше. На что это может повлиять? Это влияет на план работ, который очень сильно съезжает по срокам. Это влияет на стоимость разработки, которая увеличится, собственно, даже из-за первого пункта. И это более долгое выявление бизнес-требований, так как разбираться приходится вместе с заказчиком. Так вышло, потому что команда на проектирование приходит с мыслью о том, что заказчик знает свой бизнес и оценивает и планирует задачи с расчетом на это. Предлагаю еще раз вернуться на классические этапы жизненного цикла ПО. Напомню, что работа началась с проектирования, минуя первые два этапа. А проектирование у нас отвечает на вопрос, как мы добьемся наших целей. К этому этапу вы уже должны знать требования вашего продукта и в целом понимать, чего вы хотите добиться. Поэтому проекты стоит начинать с этапа определения потребностей заказчика, который отвечает на вопрос, какие проблемы требуют решений. Мыслите за пределами обычного приложения, думайте о том, что вы хотите создать, чем вы хотите заниматься, а затем определите решения, связанные с этими проблемами. Далее стоит перейти к выявлению и анализу требований. На этом этапе вы ищете ответ на следующий вопрос. Что вы хотите сделать? По аналогии с планированием отпуска, вам нужно разложить все вещи перед собой и подумать о том, что нужно будет взять с собой. Фаза анализа требований может оказаться очень утомительной, но проходя через нее, вы добиваетесь множества результатов. Вы снижаете время выхода продукта на рынок, вы обеспечиваете стабильную производительность и экономите бюджет. В данной ситуации мы в компании считаем, что наиболее эффективный данный кейс решает нулевой спринт. Нулевой спринт – это предпроектное исследование в заказной разработке, которое позволяет более точно определить потребности заказчика и объемы работ на будущем проекте. Нужен нулевой спринт для уточнения бизнес-цели проекта, какую основную потребность хочет закрыть заказчик этим приложением. Определить целевую аудиторию, для кого мы будем разрабатывать наши приложения. Далее – это анализ существующих процессов и артефактов. Узнать, есть ли уже существующее мобильное приложение или бэкэнд, а также описанная документация по ним, что в будущем сократит погружение в проект. И это проектирование архитектуры сервера или миддлвейра. Здесь мы понимаем, какие интеграции есть на данный момент, а какие у нас будут предполагаться в будущем. И также согласовать с заказчиком, на что он согласен, на какие доработки он согласен. Нулевой спринт является важной частью проекта, так как качество влияет на всех причастных к продукту. Это ожидание и желание заказчика. Это необходимость и полезность для пользователей. И это итоговая стоимость продукта, оценка проектирования и разработки для исполнителей. Эти пункты сформированы в следующих семи артефактах, на которых мы остановимся поподробнее. CJM – это Customer Journey Map. Это карта путешествия клиента от момента осознания потребности до момента закрытия своей потребности. Это ожидаемый алгоритм, какие шаги должен сделать пользователь, чтобы достичь результата в нашем приложении. На экране вы видите примерную разработку в нашей компании. Это необязательный шаблон. Можете использовать любой, который вы захотите. Также стоит подметить, что в нашей компании Customer Journey Map обычно рисуют дизайнеры. Они занимаются этим, и аналитики выступают в роли консультантов со стороны заказчика. Следующее – это таблица функциональностей. Она используется для оценки и понимания плана работ. И также, какие задачи мы возьмем в MVP, а какие вынесем за рамки. На слайде мы видим, что в первой колонке, понятное дело, отображается MVP, это или не MVP, функциональность. Во второй и в третьей колонке мы указываем основную функциональность и ее декомпозицию. Также в третьей колонке любые комментарии, которые будут полезны в дальнейшем для написания полного ТЗ. В следующей колонке – backend. Мы проставляем галочку. Если на данный момент у нас есть уже готовое решение на backend, вернее, есть готовое, прописанное, какие данные мы будем получать с backend, и в принципе, будем ли мы к нему обращаться. Следующее – это приоритет. Здесь мы можем указывать приоритет как по ключевым функциональностям, которые указаны в желтой ячейке единица. И также мы можем выставлять приоритеты уже в декомпозиции, в каком порядке мы будем разрабатывать данные функциональности. Следующая колонка – это интеграция. В интеграциях мы также проставляем галочку, если у нас предполагается или уже существует какая-то интеграция. Например, в данный момент регистрация по SMS мы будем интегрироваться с SMS-серверсом, чтобы получать UTP-код. И следующее – это колоночка дизайна. Здесь можно называть ее как угодно. Может, это будут готовые прототипы или уже готовый дизайн от заказчика. Тут по ситуации. Следующее – это контекстная диаграмма. Здесь тоже можно использовать любые модельки, любой дизайн. Это в основном принято у нас в компании в таком формате делать. И здесь мы видим, что сейчас на экране выделены важные элементы системы. Например, как мобильное приложение, сервер нашего приложения – это middleware, и сервер сайта от заказчика. Также мы указываем, какие интеграции к какой системе у нас будут подключены. Например, как платежная система для мобильного приложения. И также мы указываем на стрелочках, если видно, каким способом мы будем передавать наши данные. Например, REST, WebHook или FTP. И также стоит указать ключевых пользователей системы и через какие, собственно, системы они будут использовать наш продукт. Следующее – это таблица интеграции. Здесь тоже в первых колоночках мы видим, как называется наша интеграция, и во второй колоночке может быть описание этой интеграции или какие данные мы будем получать через нее. Также будет полезным указать документацию, готовую документацию для разработчиков. И в последней колонке мы видим статус нашей интеграции, готова она или нет. И также будет полезным указать, какие API-методы мы будем использовать в данной интеграции. Следующее – это карта запросов. В первой колонке мы указываем, в какой зоне будут находиться наши запросы. Это авторизованная зона или неавторизованная. Также идет ключевая функциональность и декомпозиция наших запросов, какое у них название и какой тип запроса. И в последних двух колонках мы указываем, какие данные мы будем передавать на сервер и какой ожидаемый ответ у нас будет приходить от сервера. Следующее – это архитектура предполагаемого бэкэнда. Также в нашей компании принято, что этим занимаются архитекторы. Здесь аналитики выступают в качестве консультантов и ревьюеров на соответствие бизнес-требования, которые передал нам заказчик. И последнее, самое важное – это брифтезе. В брифтезе мы закрепляем бизнес-требования заказчика и дальнейшие доработки. Это нам в дальнейшем позволит идти, не отходить от согласованного плана и конечного результата. Здесь мы можем, например, указывать, что главное у нас доступно только из авторизованной зоны и делится на категории. Здесь же мы указываем, что может делать пользователь и как должна вести себя система в этом случае. Экран. Давайте рассмотрим пример реального проекта с нулевым спринтом. Это проект B. Это также приложение в сфере электронной коммерции, популярный магазин одежды и обуви. У него около 80 магазинов по всей России с доставкой по всем регионам. Заказчик пришел с запросом разработать мобильное приложение с большим функционалом, чем сейчас есть на их сайте. Также проект стартовал с нулевого спринта. На проекте оказалось тоже несколько стейкхолдеров с разным видением приложения. Был готовый сайт, подключенный к системе управления бизнесом Bitrix24 и приложение с ограниченным функционалом, сделанным на коробочном решении. Собственно, это и было толчком для заказчика в пользу разработки нового мобильного приложения, так как функционал коробки уже не позволял реализовать все хотелки бизнеса. За месяц работы по итогу нулевого спринта после глубокого анализа в определенных местах мы заложили больше времени на проектирование, так как понимали, что в данных функциональностях на текущий момент недостаточно информации и придется более глубоко разбираться в них вместе с заказчиком. Это позволило нам уложиться в запланированные сроки. Также за счет таблицы функциональностей удалось разбить работу на спринты. Тем самым структурировали работу на проекте, расставили приоритеты и, например, это нам позволило в будущем правильно подходить к задачам. Например, сначала разработать карточку товара, а только потом делать корзину, иначе, наоборот, было бы неудобно разрабатывать. Следующее. Мы вместе с заказчиком пришли к единому концепту приложения. Установили рамки MVP и все второстепенные функциональности положили в бэклог. И последнее. Более точно определили конечного пользователя и нарисовали соответствующий дизайн. Здесь по итогам нулевого спринта и отсутствия его хотел бы рассказать, что без нулевого спринта мы не знаем своей целевой аудитории и какие у нее потребности. У нас будут сорваны сроки и увеличивающий список функциональностей, так как не были закреплены бизнес-требования от заказчика. Об интеграциях мы узнаем только при старте разработки. Именно в тот момент, когда у нас подходит функциональность, в которой будет необходима интеграция. Также бидност-требования меняются по настроению заказчика, поскольку, опять же, не были закреплены. И последнее. Дизайнеры постоянно перерисовывают прототипы из-за четвертого пункта в частности. После того, как мы начали делать нулевой спринт, у нас появилось понимание, для кого и для чего мы делаем приложение. Оцениваем и наша оценка и понимание плана работ была зафиксирована, и мы понимали, что войдет в MVP. Интеграция и взаимодействие приложения с сервером тоже были закреплены в таблице интеграции и было ясно, в какой момент их стоит подключать. Также были зафиксированы бизнес-требования заказчика и дальнейшие доработки, исходя из первичного анализа. И проработанные прототипы приложения от дизайнеров, поскольку все необходимую информацию они получили заранее. Также хотел бы рассказать, как это можно реализовать в жизни. Для этого у нас в компании принято заключать отдельный договор, которым занимается отдел продаж. В среднем в команду входит аналитик, дизайнер, архитектор и разработчик. И средняя продолжительность составляет 2-4 недели. После нулевого спринта необходимо согласовать и передать все вышеперечисленные артефакты заказчику и также оценить работу и составить календарный план. И последнее, уже после всего этого, заключается основной договор, которым также занимается отдел продаж. Здесь у нас уже есть четкая оценка задач, есть календарный план, и отделу продаж становится проще и подробнее расписать, почему и сколько будет стоить продукт, который хочет заказчик. Спасибо. Айдар, спасибо большое за доклад. Меня зовут Юлия, присел аналитик компании C-Batch. Очень хорошо известно все, что вы сейчас рассказали про нулевой спринт, поскольку я организационно являюсь частью команды отдела продаж. И в нашей терминологии это называется модными терминами discovery-фаза или solution-design-фаза. Но, насколько я понимаю, это старое доброе предпроектное исследование. Все верно. Могли бы, пожалуйста, вернуться к списку артефактов, которые генерятся на этом этапе? Секунду. Как много у меня слайдов. Ага, вот. Вот. Значит, мой главный вопрос стоит в следующем. Здесь есть в перечне довольно серьезные технические артефакты, которые, если бы мы вернулись на пару слайдов назад, кажется, что перед ними должен появиться такой простой артефакт, как product vision. Потому что если к вам пришел клиент, который не понимает, где разница между юрлицом, физлицом, зачем их делить, и в чем разница их cgm по его приложению, то кажется, что до контекстной диаграммы и таблицы интеграции надо с клиентом разобраться вот об этих понятиях. Это вот мой первый вопрос. Второй вопрос, если это артефакт, как работаете ли вы с ним? Второй вопрос по поводу юнита. Классно, что вы в последнем слайде обозначили и продолжительность, и кто эти люди. Правильно ли я понимаю, что там под аналитиком больше понимается бизнес-аналитик? Чаще всего это бизнес-аналитик, не системный. Давайте на второй вопрос. У нас особо нет разделения на бизнес и системный аналитик, поэтому я не указал этого. По поводу первого вопроса, как раз-таки здесь я не указал, что перед, в принципе, нулевым спринтом есть дискавери, и этим занимается отдел продаж, и буквально на несколько часов может подключить к работам лидов-отделов для какой-то высокоуровневой оценки и понимания, что за продукт у заказчика, если они сомневаются в этом. То есть получается, что вот эта дискавери короткая, верхнеуровневая у вас входит в прессейл, и она условно бесплатна для клиента, нулевой спринт, это уже контракт, оплачиваемый. Все верно, да. А нулевой спринт вы делаете по фикси или тоже по ТМ? Тут по желанию заказчика, я тут более подробно сказать не могу. Принято. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо за доклад. Меня зовут Алексей, лаборатория Касперского. Такой вопрос интересный. Вот тут перечислено много артефактов различных. Они формируются в результате нулевого спринта, насколько я понимаю. И вот позже вы сказали, что это позволило увеличить время на проектирование. А что тогда входит в проектирование, если здесь у нас и таблица интеграции, контекстные диаграммы, карта запросов, проработка бэкэнда. Все вот эти технические аспекты, в моем понимании, они как раз-таки в проектировании. Если закончили. Здесь могу сказать, что не все из этих артефактов могут быть до конца проработаны. И уже как раз-таки на этапе проектирования у нас есть понимание, где нам лучше нужно будет углубиться. И также, например, даже написать ТЗ. Потому что в бриф ТЗ, ну у него просто название техническое задание, по факту там написано только бизнес требования заказчика. Там не описана система и как она должна себя полноценно вести. То есть проектирование это написание ТЗ? Ну отчасти да. Тогда еще такой вопрос. Нулевой спринт, он формируется на пресейле до того, как оформляется контракт. Или он входит в контракт. По-другому вопросу формулирую. У вас контракт оформляется вместе с нулевым спринтом и дальше с распланированными итерациями разработки продукта. Или сначала вы заставляете заказчика оплатить нулевой спринт и вот на нем потом решаете, какие приоритеты, какой функционал там будет и потом заключаете контракт на разработку. Тут бывает два кейса. У нас было такое, что заказчик приходил именно за нулевым спринтом и только потом решал, будет он идти с нами в разработку или нет. Либо сразу заключается договор на и нулевой спринт, и на дальнейшую разработку. То есть оба кейса имеют место быть. И еще один вопрос. Вот там сказали про роли, про дизайнеров уже в конце. Не до конца было понятно, кто из ролей за какую часть отвечает. То есть здесь есть таблица интеграций, технический анализ более детальный. Там участвуют каким-то образом архитектор, разработчик, кто-то еще? Да, в основном архитектор участвует в построении архитектуры предполагаемого бэкэнда. В CGM участвуют дизайнеры, и вот как раз в этих двух артефактах аналитики носят больше характер консультантов. И также бывает архитектор или еще бэкэндер могут подключаться к заполнению таблицы интеграции и карты запросов. И также контекстной диаграмме только для решения каких-то технических вопросов, как будут передаваться данные. Например, аналитик не всегда решает, будет это FTP или WebHook.com. То есть такие моменты. Вам спасибо. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Вот этот этап Discovery, нулевой спринт называется, обычно он занимает довольно длительный временной промежуток по своей деятельности. Подскажите, в какой момент нужно остановиться и как определить, что, допустим, каких-то определенных вещей уже достаточно, или, например, что нет возможности получить информацию по остальным и нужно будет это все проводить в других этапах. Спасибо. В основном из-за того, что у нас не продуктовая компания, а проектная разработка, аутстав, у нас обычно не бывает много сроков на то, чтобы мы можем решать, за какой срок мы сделаем нулевой спринт. Обычно это ограничивается бюджетом заказчика. И также одно из пониманий, когда лучше завершать нулевой спринт, это когда мы можем дать полную оценку и всю информацию для понимания, что у нас будет входить в договор и сколько это примерно будет стоить и займет по времени. Ну, то есть получается, что это ограничивается бюджетом заказчика, то есть вы изначально определяете сроки, за которые вы должны проделать определенный вид работ. И если как бы срок подходит к концу, то вы просто предоставляете то, что успели сделать, получается. Ну, мы можем рекомендовать, что примерно нам будет необходимо от двух до четырех недель в зависимости от сложности проекта, от сферы данного проекта. И уже за счет этой рекомендации заказчик понимает, что, ну, допустим, я могу на четыре недели выделить вам бюджет. Ну, то есть получается такая более верхнеуровневая все-таки. Да, все верно. Спасибо. Спасибо вам. Ой, у меня опять микрофон, я еще хочу задать вопрос. Пожалуйста. Айдар, участвуете ли вы как ведущий аналитик компании на этапе продажи в обосновании клиенту целесообразности, необходимости и ценности проведения нулевого спринта, так чтобы зааргументировать и дать клиенту понять, что его необходимо провести? Расскажите, может быть, про какой-то интересный кейс, когда это получилось и какую ценность вы принесли клиенту? Если быть честным, на этапе пресейла я не участвовал в продаже нулевого спринта, я участвовал только в самом, после того, как продали, на самом этапе нулевого спринта. Поэтому, честно говоря, не могу подсказать кейс, как продать нулевой спринт. Айдар, спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос. Было сказано в начале в самом, что когда составляется CJM, получается следующее. Либо заказчик понимает, что ему это надо, и почему надо, и таблица функциональности, либо, может быть, он вообще не понимает, что ему это не надо. Мы доказываем. Были ли такие случаи, что заказчик понял, что ему это не надо? И могут ли они вообще в теории быть? Был только случай, что заказчик после нулевого спринта, в принципе, ушел на раздумывание на несколько месяцев, не сразу, например, посмотрев артефакт, подписал договор, он ушел на раздуме на несколько месяцев и уже после этого вернулся с решением, что он готов все-таки разрабатываться, то есть могли провести какие-то внутренние опросы и размышления внутри компании. Спасибо. Спасибо. Лучший вопрос, действительно. Давайте я вам, девушка, дам вопрос насчет пресейла. И также, если интересно, особенно для новичков, указаны здесь QR-коды, на канал, в принципе, студии, это первый QR-код, и второй канал, это канал для новичков-аналитиков от нашего отдела. Продолжение следует...